Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Ребят, если вам понравился действительно этот видеоролик и весь мой контент на моем канале, подпишитесь на канал, не поленитесь, мне будет очень приятно, ну а вам не трудно. И также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео. Обязательно переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения, игровая индустрия в ютубе, буду очень рад вас видеть. Ну что же, а мы начинаем. Итак, два ролика подряд выходят по карьере за Лестер. Вы провели очень хороший актив, набрали кучу лайков, было кучу комментариев, что вы хотите видеть второй, так сказать, выпуск по Лестеру подряд, второй ролик. Поэтому я прислушиваюсь к вам, большой, конечно, актив. Я могу сделать для вас такое же небольшое задание, если вы, конечно, хотите этого и выполните. Набираем, если 30 лайков под этим видеороликом, то будет неделя, прям действительно неделя. Не так, как я в неделю три ролика выпускаю, прям действительно будет неделя с понедельника. Ну давайте там до субботы вот я буду выпускать карьеру за Лестер, не поленюсь. Ну и вы не поленитесь, поставьте лайк, набираем 30 лайков и будет неделя карьеры за Лестер. Ну что же, сегодня у нас 4 матча. Лестер играет дома против Манчестера, которые идут там на второй строчке сейчас. Играем также против Брайтона, они идут ниже, я так понимаю, 11 строчки. Потом Астон Вилла, наши, так сказать, конкуренты. Ну и посмотрим на еще одну команду. Это, кстати, стандарт Льеги, который мы вот сейчас на выезде минимально обыграли. Ну что же, играем против Манчестера дома, но все-таки все равно вторая строчка против нас. Так, Саюнцу не готов сейчас прям сыграть, я, наверное, Орбана возьму. Ну и также вместо Мэдисона выйдет, скорее всего, вот Барнс. Как-то так. Так, а у Ундера сильно 77, ну да. Пусть лучше вот Барнс будет. Там он не сильно же, на 3 всего, все, Барнс у нас будет слева играть. Тоже давно мы этого парня не выпускали. Так что, как-то так. Я могу вместо Минди, например, взять Мэдисона, потому что у Минди очень ужасный рейтинг. Этот командный дух. Все, настроен на игру, поэтому вот таким составом мы выходим. Лестер против Манчестер Юнайтед. Первый матч в сегодняшнем выпуске. Поехали. Итак, АПЛ. Мы играем на Кинг Пауэр Стадиум. Лестер Сити против Манчестер Юнайтед. Ну, серьезная команда уж точно, потому что Манчестер идет сейчас на втором месте. На первом, если я не ошибаюсь, в этой карьере идет Челси, которые нас, кстати, обыграли там минимально. Если не ошибаюсь, там Оливье Жеру нам в том матче тогда забил. Ну, а сейчас играем против Манчестера. И вот посмотрим. С средними такими клубами у нас тоже бывают более-менее какие-то проблемы Санчеса. Так, а вот и опасный момент. Не забивает, нет. И все-таки на добивании очень хорошо сыграл Ковани. Рикардо Перейра там проиграл позицию. Марсиаль пробивал. Попал в штангу. Ну, вот здесь вот. Причем и Санчес стоял, и Перейра. И просто не накрыли Ковани, который забивает перед самым перерывом. И все. Минимальное поражение от Манчестер дома. Ну, обидно. Моменты у нас были. Вот этот удар Мэдисона. Не зря. То есть мы его и выпустили. Но вот что-то не пошло. Шмехель 5.0 оценка. Пробился Санчес 4.5. Орбан 5.0. Фучь 5.0. Рикардо Перейра 5.0. Все ужасные оценки. То есть здесь только Эванс. В матче Непол сыграл. Также Мэдисон и Кастагна. Все. Остальные прям все этот матч провалили. Итак, после седьмого тура мы опускаем сейчас на восьмую строчку. Итак, сейчас у нас выездная игра против Брайтона. Они идут ниже даже уже здесь 12-й строчки на 14-й один. У них всего лишь одна победа. Ну и, кстати, они четыре раза сыграли в ничью. Поэтому команда тоже сама по себе такая вот интересная. Но я даже не знаю, у кого здесь убирать. Мне кажется, надо оставлять таким составом. То есть ни у кого нету сейчас низкого там показателя. Вот 90 у нас командный дух. Поэтому мне кажется, таким составом нам и надо выходить. Брайтон против Лестера. Поехали. Итак, Брайтон сегодня принимает Лестер Сити. Интересно, конечно, посмотреть, что из этого у нас получится. Что из этого у нас выйдет. Итак, Брайтон начинает. Поехали. И на Варди. И Ундер. Ундер забивает перед самым перерывом. Мы выходим вперед. Отлично. Вот это сейчас классная комбинация была. И Ундер, если не ошибаюсь, забивает вообще свой первый гол. Именно в АПЛ. В этом сезоне. Ну, супер. Очень хорошо мы начали контролировать игру. Возле штрафной. В этом тайме. Ну и забить мы когда-то должны были. Вот. Получилось перед самым перерывом. Где-то подрасслабились. Наверное, игроки вот здесь в стеночку очень хорошо отыграли. А Ундер и Варди. Ну и Варди записывает на свой счет голевую передачу. Супер. Минимальная победа. Ундер забил единственный гол в сегодняшнем матче. Лучшим игроком стал сегодня Ундер. 7.5 у него оценка. Ну что же, после восьмого тура мы поднялись, кстати, на шестую строчку. Вообще замечательно. У меня, по крайней мере, наверное, задача это топ-4 английской премьер-лиги занять в этом году. Ну, либо вот победа в Лиге Европы. Но главное для меня это участие в следующем сезоне уже в Лиге Чемпионов. То есть хотя бы вот такой вот опыт этой Еврокубковой игры в главном Еврокубке в мире, в Европе. Мы должны уже для наших игроков этот опыт давать. Итак, нам говорят, что Телеманс прям хорошо начал прогрессировать. Ну, я как-то это сильно-то и не замечаю. В рейтинге, может быть, у него, естественно, какие-то там появляются положительные результаты. Но по мне пока что это не сильно видно. Но главное, что он будет прогрессировать. Вот. Играем сейчас, кстати, против Астанвилы. Они идут на девятой строчке. Если, ну, у нас, кстати, минимальное отставание по очкам. Если они нас обыгрывают, будут выше нас. Нам это ни в коем случае не надо. Мы играем, тем более, это дома. Поэтому нужно сегодня обязательно побеждать. Верить в то, что тот же Манчестер и Ливерпуль Арсенал проиграют. И мы наберем этот ход. И можем даже сейчас после этой победы влететь на третью строчку. Так, ну Мэдисон. Сегодня его не будет на поле. К сожалению. Давайте я также попробую Айозу Переза справа дать, так сказать, отдых. Ну и также вот Прайта выпущу вместо Телеманс, хоть и форма-то у него хорошая. Но все равно надо давать отдыхать. Не знаю, стоит ли вместо Фуча нам выпускать Кастагны. Честно, не знаю. Ну давайте попробуем, почему бы и нет. Ну и также Орбана надо бы нам тоже выпустить вместо того же Эванса. Потому что устал. Все. Вот таким составом мы выйдем. 82. Правда, теперь стал у нас командный дух. Надо в любом случае когда-то да и делать ротацию. Почему бы не сейчас. Лестер против Останвиллы. Поехали. Итак, снова мы на нашем домашнем стадионе. Здесь мы проиграли Манчестеру в начале сегодняшнего выпуска. Поехали. Хорошо. Так, вот здесь вот фолл. Там Барнса, похоже, сбили. В центр пошла передача. Прайд. Неплохо на Варде и Варде. 1-0. 29-я минута. Не стали мы здесь останавливать игру из-за столкновения. Там Барнса грубо на нем сфалили. Ну и все, мы продолжили нашу атаку. Очень хорошо здесь. Правда, и отскоки какие-то, но и Варде очень хорошо там корпус поставил. Супер. Просто действительно супер. 1-0 Варде. Творить просто в сегодняшних матчах. В прошлом матче голевой отдал. В этом сам забивает. Давайте я Слимани выпущу. Варде отдохнет. Пытается, пытается через центр. Видит Слимани. Отдает на него. Слимани сам же попросил и гол. Слимани еще и с капитанской повязкой забрал у Варде. Забивает. 2-0. Вот он наш джокер небольшой. Честно, который мне вот не нравится. Буду искать в любом случае я. Нападение это замены. Потому что ни Слимани, ни Варде не молодые игроки. Надо их все равно будет менять. Слимани уж точно в ближайшее время. Варде может быть еще сезончик-полтора. Вот. Ну как сейчас Слимани-то, а? И принял. Вот так вот. Вот этим первым же касанием обвел. Ну супер. Два мяча мы давно не забивали. Финальный сесток. Уверенная победа Лестера над Астанвиллой. Дома. 4 удара. Отрекство. Ну и Варде стал игроком матч. Хоть мы его и заменили. Замечательно. Ну мы все так же, кстати, на шестой строчке. Не проиграл там ни Манчестер-Сити. К сожалению, ни Арсенал. Хотя нет. Вот Арсенал вроде как и проиграли. То есть у нас сейчас с ними равенство очков. Вот. Ну и Манчестер-Сити, кстати, вот влетели на вторую строчку. Но у нас 10 очков отставания до первого места. Там Челси 9 побед из 9. Ну вот за топ-4 можно бороться. Три очка. Ну то есть это одна победа. И у них по одному поражению и все. Мы сравняемся с ними. Будет просто замечательно. Так. Сборная месяца. Эванс и Варде, кстати, попали. Интересно. Шмехель у нас теперь боец. Так. Тилиманс плюс 1 крейтингу. Ну это было понятно. А Перес. Молодец. И Орбан минус 1 крейтингу даун. Ну вот. А вроде как казался интересный центральный защитник. Но вот что-то не пошло. Так. Играем дома против стандарт-леги. Мы минимальных обыграли на выезде. В третьем туре Лиги Европы. Давайте дам здесь отдохнуть Варду. Вот Кастагна я не знаю на самом деле-то. С Орбана давайте хоть и выпущу вместо Санчеса тоже. Пусть Санчес здесь отдохнет. Вместо Ниди. Ниди выпущу. Ниди. Ну я не знаю. Давайте Слимани выпущу. Как я в центре поля. В центре нападения. Точнее Варди на скамейке запасных. Если вдруг что. Ну Слимани мне кажется заслужил место в стартовом составе на сегодняшний матч. Итак. Лестер Сити против стандарт-леги. Кинг Пауэр Стадиум. У нас пока что из трех матчей две победы. Одно поражение. Правда в АПЛ. В Лиге Европы вроде как все поспокойнее. Нулевая ничья. В Англии. Четвертый тур заканчивается. В Лиге Европы для нас нулевой ничьей. Шаник стал в стандарт-леге лучшим игроком матча. Ну и после этого матча мы кстати опережаем ААЭП. Вот. У стандарт-леги это первые были очки. Как-то так у нас две победы. Две ничьи в Лиге Европы. Обидные конечно результаты. Ну как-то так. Ребят большое вам спасибо за просмотр. Напоминаю если мы набираем 30 лайков под этим видеороликом. То будет у нас неделя карьеры за Лестер. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики. Стримы. Ну а с вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жид. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова